Детское радио представляет Книга времен История Руси Нашествие Тахтамыша Возобновление Ига После того, как князь Дмитрий Донской победил на Куликовом поле хана Мамая, в Золотой Орде к власти пришел Тахтамыш. Русичи в это время уже не платили Орде дань. Однако после жестокого Мамаева побоища так по-другому называют Куликовскую битву. Князю Дмитрию пришлось уйти из Москвы, чтобы собрать новое войско. Времени это заняло очень много, ведь надо было вести переговоры с другими князьями, а многие из них были очень изговорчивы. И ушел князь наш, князюшка, И покинул Москву-сиротинушку. А над Русью знамения великие, И великие, и страшные. Каждую ночь в небесах звезда новая, Непростая звезда, хвостатая. И все ближе она к мать сырой земле. И боялся Люд, не к добру все то, И дождался беды войска Людова. Тахтамыш узнал, что князя Дмитрия нет в Москве, И решил снова подчинить себе Русь, Обложить ее данью. Поначалу отправлял послов, Но посольства эти возвращались ни с чем. Однажды во главе такого посольства Оказался сын самого золотордынского хана. Но и это не помогло. Увидев русские заставы, Он просто побоялся войти в Москву. Тогда Тахтамыш решил, Иду на Русь. В 1382 году его войско вышло к Москве. Оно пробиралось тайно, окольными путями. И как ни печально, Орде помогали некоторые русские князья, Те, которым не нравилось, Что в Москве правит князь Дмитрий Донской. Князь Рязанский Олег Встретил хана хлеб солью, Одарил его подарками богатыми, Бил челом ему приговаривал, Буду верным слугой и помощником, Проведу к Москве по Рязанской земле, Покажу все тропы тайные, Укажу все броды речные, Как заслоны заставы обойти, Поведаю. Но все тайное становится явным. И на московских землях узнали, Что Тахтамыш идет на столицу. Москвичи начали готовиться к обороне. За каменными стенами Кремля Укрылись и жители Москвы, И посадские жители. В кремлевских храмах спрятали Московские богатства. И речь идет не только о золоте и серебре. В летописях говорится, Что некоторые церкви были до самых сводов Заполнены книгами и грамотами. Когда войско Тахтамыша пришло к городу, Он был готов к саде. Вот только князя Дмитрия в нем еще не было. Не успел он вернуться с новым войском. Много дней татаро-монголы осаждали город И не могли взять. Каждый приступ отбивали его жители. С высоких стен Кремля нападавших Поливали кипятком и смолой. Лучники осыпали ордынцев стрелами. А еще, утверждают ветописцы, Именно в этой обороне Москвы на Руси Впервые были использованы пушки. Тахтамыш понял, что может потерять под Москвой Все свое войско и решил пойти на хитрость. И удумали поганые, А обманем непокорных. И отправил Тахтамыш послов важных Прямо к городу. Говорят они, Вот стоим мы тут, Чтобы весть передать всему городу. Изумились мы вашей храбрости И решили за то наградить вас всех. Никого мы в городе не обидим, Только дайте войти нам с подарками. Как ни странно, Москвичи поверили обещаниям Тахтамыша. Укрепленные городские ворота открылись. В столицу хлынула ордынская конница. Она не щадила никого, Ни стариков, ни детей. Несколько дней продолжалось разграбление Москвы. Полыхали дома и храмы. Тех, кто выжил, уводили в плен. Когда Дмитрий Донской добрался до Москвы, Защищать было уже нечего. Возвращаясь с награбленным в Орду, Тахтамыш не пощадил и Рязань. Предательство не спасло тамошнего князя От нападения ордынского хана. Татаро-монголы захватили многие города. Звенигород и Юрьев, Можайск и Дмитров. После этого нападения в 1383 году Руси снова пришлось платить дань Золотой Орде. И продолжалось это еще почти целый век. Только в 1480 году Великий князь московский Иван III Отказался платить дань татарам. У Золотой Орды уже не было к этому времени былой мощи. Она распалась на несколько ханств. Русь стряхнула с себя татаро-монгольская ига. Книга времен История Руси 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 Руси